Я продолжаю вам рассказывать про то, что случилось во времена самого первого еврейского царя. Напомните мне, как его звали? Шауль. Как его звали? Шауль. Шауль, совершенно верно. Во времена царя Шауля. Ай, мы с вами... А правда дедушку Шауля звали Авеэль? Правда ли, что дедушку Шауля звали Авеэль? Я должен проверить, я не помню так наизусть. Я помню, что папу Шауля звали Киш. А если его дедушку звали Авеэль, я должен посмотреть, проверить. Я тебе потом скажу, хорошо? Ай, мы с вами остановились на том, что евреи разгромили, разгромили полиштимское войско. Огромное полиштимское войско. И сын, сын Шауля, Йонатан, вместе со своим помощником, с юным помощником своим, они обратили в бегство целое войско. И потом все евреи вместе преследовали разбегающиеся остатки полиштимля. И они были так увечены, так заняты. Но вдруг явился пророк, пророк Шмуэль. И он сказал, сейчас вы оставите этих полиштимлян дальше бежать, разбегаться. Потому что сейчас есть более важная вещь. А Шем передал мне, он напомнил, что мы еще не выполнили очень-очень-очень важную заповедь. Очень-очень важную заповедь, которую получили евреи еще в пустыне. И перед входом в Эра-Цес-Ройль еще раз она была повторена. Непременно, непременно нужно, нужно уничтожить самых страшных врагов еврейского народа. Может быть, кто-нибудь из вас... Эра-Цес-Ройль. Да. Но Ашауэль все-таки не уничтожил их. Давай по порядку. Давай сначала... Какие это враги самые-самые страшные? Амалек. Амалек. А-а-а-а-ай, амалекитяне. Самые-самые-самые страшные враги еврейского народа. Я вам напомню, откуда произошли амалекитяне. Вы помните, что у Ицхака было два сына, два брата, родных брата. Близнеца. Одного звали Эйсаф, а другого звали Яаков. И вы помните, что Эйсаф, он возненавидел своего родного брата Яакова. И он всю свою жизнь старался уничтожить Яакова и все его потомство. Ай, как Ицхав ненавидел Яакова. Это с одной стороны. С другой стороны, была женщина. Женщина из полештимских народов, из полештимлян, из потомков хама, из хамитов, которая хотела выйти замуж сначала за Авраама. Он не принял ее, эту женщину, которую звали Тимна. Он ее не принял. И тогда она пыталась выйти замуж за Ицхака. Ицхак тоже не принял. Нельзя потомкам Шема соединяться с потомками хама. Это запрещено. Запрещено прадцами, запрещено Ашемом, потому что потомки Шема, они благословенные, а потомки хама, они прокляты, прокляты Нохом. Поэтому Ицхак тоже не взял в жены Тимну. И Тимна, она очень хотела, она все-таки очень хотела войти в семью Авраама Ицхака. И когда она увидела, что у Ицхака есть два сына, праведный Яков и Эсав, она подумала, Яков, он тоже откажется. Он исполняет все законы Ашема строго-строго-строго. Может быть, меня возьмет Эсав. А эта Тимнана пришла к злодею Эсаву, и она попросилась к нему в жены. Он сказал, Нет, в жены у меня есть достаточно жен. Я могу взять тебя в наложницы, в рабыни. Но не мне, а моему старшему сыну Элифазу. Но когда я захочу, я тоже буду заставлять тебя работать. Ты будешь жить у Элифаза, и мы будем делать с тобой, что нам захочется. Так сказал Эсав, и он отдал эту женщину Тимну, он отдал ее в жены Элифазу. Ай, Эсав, он ненавидел Якова, и Тимна она тоже возненавидела. Она возненавидела всех евреев, всех, кто служит Ашему, и кто соблюдает заповеди Ашема. Тимна возненавидела так же сильно, как до того она хотела стать частью семьи Авраама. Ай, и у нее родился сын. В Торе в одном месте говорится, что это сын Элифаза, в другом месте говорится, что это сын Эсава. Поскольку они по очереди, когда хотели, делали с ней что хотели, и заставляли ее работать то Элифаза, то Эсава, то даже невозможно понять теперь и узнать, чей же сын был этот родившийся у Тимны мальчик. Ай, в одном месте он называется внуком Эсава, в другом называется сыном Эсава. И этого мальчика Тимна назвала Амолек. Амолек. Амолек, это значит народ жаждущий. Чего он так жаждет, этот Амолек? Ой, этот Амолек, он жаждет крови. Он хочет убивать. Как злая дикая собака, которая стремится напиться крови своих жертв. Ой, какой это там Олег, он родился от ненависти, от ненависти Эсавы и от ненависти темны. Он родился с очень-очень-очень-очень плохими качествами характера. Он родился, родился уже злодеем. И когда он рос, каждый день, каждый день Эсав напоминал ему. Ай, Эсав сам, когда он еще был совсем маленьким, Эсав ему говорил, Амолек, ты вырастешь, ты убьешь всех потомков моего брата Якова. Всех евреев ты непременно убьешь, учил его Эсав. И так же учила его темна. От всех евреев ты обязательно убьешь, Амолек. Амолек, он рос и учился убивать. И он все время хотел, очень-очень хотел, он хотел отомстить, он хотел отомстить всем евреям, он хотел отомстить самому Ашему. Ай, Амолек, он стал страшным-страшным злодеем. Страшным-страшным злодеем. И вот от этого злодея, от Амолека, он тоже, когда он вырос, он женился, у него родились дети, и все вместе они учились с самого-самого раннего возраста, они учились ненавидеть евреев и ненавидеть Ашема. Ай, они учились, учились воевать, они учились убивать. Они учились делать кишуфим. Кишуфим – страшное колдовство для того, чтобы убивать. Все, вся, вся их жизнь была подчинена только убийству. Но только этого они хотели в своей жизни, амолекитяне. Когда евреи вышли, вышли из Египта, еврейский народ 40 лет, 40 лет шел по пустыне. Евреи были усталыми, евреям приходилось нелегко. Несмотря на то, что Ашем вывел нас из Египта, несмотря на то, что Ашем оберегал нас в пустыне, и от жары, и от холода, и от диких зверей. Все равно 40 лет идти по пустыне – это совсем-совсем нелегко. Огромный-огромный еврейский лагерь. Мужчины, и женщины, и дети, и старики. Ай, вокруг них еще больше лагерь. Тех, кто вышел вместе с нами из Египта, эрврав. Все шли-шли-шли по пустыне. За это время два раза, два раза амаликитяне постарались напасть на евреев. Вы знаете, что все народы мира, они боялись евреев. Они видели, что Ашем делает евреям чудеса. Что врагов еврейского народа Ашем наказывает, как он... А, да. Что? Да, Виль. На эрврав нападали амаликитяне. О, сейчас я расскажу, сейчас я расскажу. Конечно, они нападали и на эрврав. Ай. Амаликитяне видели, что все остальные народы боятся евреев. И от этого они злились, злились еще сильней. Ух, почему все народы боятся евреев? Нужно напасть на евреев. А, они боятся Ашема. Ашема боятся, что Ашем их накажет. Амаликитяне никого не боялись. Они хотели, чтобы... Ух, они хотели сделать Ашему что-то страшное. Они хотели сделать Ашему самое неприятное, что только может быть. И поскольку до Ашема они никак не могли добраться, хотя они специально нарушали, специально нарушали все заповеди Ашема, специально ему на зло. Ай, но самое страшное, они хотели сделать Ашему, истребить его народ. Народ Ашема, еврейский народ. Ай, амаликитяне нападали на евреев два раза, но до евреев они не могли добраться, потому что праведники находились под защитой Ашема, вокруг нас было что? Что нас оберегало и охраняло? Облака славы! Облака славы, через которые никакой злодей не мог проникнуть, никакой, только праведники могли быть под защитой облаков славы. Если кто-то из евреев вдруг, вдруг делал какую-то ошибку, совершал какой-то грех, то облака славы выталкивали его наружу, потому что грешникам не место под облаками славы. Грешникам не место под облаками славы. Ой, этот еврей, он оказывался, если он совершил грех, его облака славы вытолкнули наружу, он оказывался в опасности. Ему приходилось самому отбиваться от диких зверей, над ним жарило солнце, но самая страшная опасность была от амаликитян. Они набрасывались на этих евреев, на ослабевших, на уставших евреев, на евреев, которые совершили какой-то грех и поэтому оказались снаружи. Они набрасывались на них, убивали их, и они смеялись над Ашемом. Они смеялись, амаликитяне, над Ашемом, подбрасывали, подбрасывали Ашему, как кверху подбрасывали куски убитых ими евреев. И смеялись, вот Ашем, вот ты не смог их защитить, мы их все равно убили, так они насмехались над Ашемом, эти злодеи. Ой, ой, что они творили. И Эр и Врав тоже были в большой опасности, потому что Эр и Врав не могли зайти под облака славы. Они не были настолько праведные, как евреи. Поэтому они чаще оказывались снаружи. И на них тоже нападали амалькитяне. А, вы хотите быть вместе с евреями? Мы вас убьем вместе с евреями. Так они нападали. Ой, Ашем! Ашем повелел уничтожить амалькитян, не оставить от них никакого воспоминания, чтобы никакой памяти об этих злодеях не было. Ашем поклялся, Ашем поклялся своей клятвой, что его имя и его трон, трон Ашема, они не будут полными до тех пор, пока существует хоть один амалькитянин, хоть какая-то память об Амалеке. Ай, до тех пор имя Ашема не будет полным, и его трон не будет цельным. Вы помните, что Ашем повелел евреям сразиться с амалекитянами? Вы помните, что Юшуа-бенун вышел, вышел сражаться с амалекитянами? А Амушера-бейн, он сидел, сидел на голом камне, на твердом камне, и он молился, подняв руки кверху, он молился Ашема, он просил о помощи. И в конце концов, амалекитяне были разгромлены, разбиты, самые сильные из них были уничтожены, остались только самые слабые из амалекитян. Но все они уничтожены не были еще, они остались. Евреи еще не вошли в Эр-Цесраэль тогда. Ай, когда евреи вошли в Эр-Цесраэль, когда евреи наконец-то, наконец-то, наконец-то в Эр-Цесраэль, они захватили себе места и обезопасили себя от всех тех кнанских народов, которые были рядом с ними. А теперь Ашем напоминает, Ашем посылает пророка Шмуэля, он посылает к царю Шаулю. Сейчас пришло время исполнить заповедь Ашема, чтобы не осталось от Маликитян никакой памяти. Оставь все свои дела, говорит Шмуэль Шаулю. Все свои дела оставь, собирай войско и отправляйся исполнять заповедь Ашема. От Маликитян не должно остаться ни домов, ни вещей, ни баранов, ни верблюдов, чтобы никто не сказал потом, что вот этот верблюд, он взят у Амаликитян, чтобы не вспоминали их имя вообще никогда больше. Сотри заповедь Амалека из этого мира. Таково было повеление Ашема. Ничего нельзя брать от Амалека, ничем, что принадлежало Амалеку, нельзя наслаждаться, нельзя получать от этого пользу. Нужно, чтобы не было никакой памяти об этих злодеях. Да. Подожди, подожди, подожди. Прежде всего, прежде всего Шауль, он позвал, позвал всех евреев в армию, в свою армию, чтобы выступить против Амаликитян. Ай! К Шаулю пришли много-много-много-много-много-много евреев. Он даже не знал, сколько их. Вы знаете, что евреев считать нельзя. Нельзя считать евреев. Потому что Ашем сказал, что евреям нет счета, мы, как звезды небесные, как песок на берегу моря, невозможно сосчитать евреев. Поэтому, поэтому евреев не считают. Но Шауль хотел знать, сколько у него воинов. Сколько воинов пойдет с ним на войну. На войну с Амаликитянами. Шауль дал всем евреям, каждому еврею, который пришел к нему в его войско, он дал им по овечке. По барашку, по овечке, по ягненку. Каждому воину, каждый воин получил, каждый еврей, пришедший к Шаулю, получил по ягненку. Видно? Да. О, потом он собрал всех этих ягнят и посчитал их. Ягнят можно считать? Ягнят считать можно. И этих ягнят не просто так он собрал. Он не отпустил их опять в стадо. А всех этих ягнят он принес в жертву Ашему. Он принес курбан на Ашем. Представляете, какой курбан, курбанище. Сколько народу к нему пришло. И сколько этих барашков он раздал сначала, а потом принес курбан Ашему. Когда он посчитал, сколько же их было, оказалось 200 тысяч из всех остальных колен, кроме колена Иуды, и 10 тысяч только из одного колена, из колена Иуды. 210 тысяч воинов было у Шауля. Ай, и со всеми этими воинами он двинулся, он двинулся на Амалека. Он двинулся в сторону Амалекитян. Когда, когда еврейское войско подошло к городам Амалекитян, Шауль вспомнил, что среди Амалекитян между ними живут, живут кенийцы. Кенийцы, может кто-то помнит, чьими потомками являются кенийцы. Кто это, кто это такой, кто свил гнездо на самой высокой скале, мы о нем говорили. Гнездо на лошонокодыш Кен. Кенийцы от слова Кен, гнездо. Кто этот человек, который свил гнездо Кен на высокой могучей скале, с которой сравнивается еврейский народ? Никто не помнит? Нет. Нет, я вам напомню. Этот замечательный человек, его звали еще Итро. Его звали Итро, его звали Кенни. Я вам рассказывал, некоторые могут, может быть, вспомнят, что в теле Итро была душа Каина. Это еще одна причина, почему он назывался Кенни. Но в отличие от Каина, который убил своего брата из зависти, Итро, он исправил грех Каина. Он отдал свою дочь в жены кому? Кому он отдал цепору в жены? Мошера Бейну. А, и у Мошера Бейну была частица души Эвеля. Поэтому Итро исправил ошибку Каина. Каин завидовал, почему у Эвеля две жены, а у него только одна. Итро отдал Муше свою дочь в жены. Ему не жалко. Он исправил эту... И он дал хорошие советы Муше. Ай, Шауль помнил это все. И поэтому, когда подошли к Камаликитянским городам, Шауль обратился к кенийцам, к потомкам Итро. Он сказал, я помню, что ваш, ваш прародитель Итро, что он оказал большую-большую услугу всему еврейскому народу. Поэтому сейчас, когда мы должны напасть на Маликитян, я прошу вас, кенийцы, выйдите из Амалекских городов, чтобы нечаянно мы не убили вас вместе с этими злодеями. И кенийцы, они поспешили, поспешили выйти из Амалекитянских городов. Тут не очень хорошо видно на этом рисунке, потому что он не раскрашенный. Но вот они, кенийцы, убегают из городов Амалека. А вот он, царь Шауль и его воины, еврейские воины. Они ждут, пока все кенийцы уйдут, и чтобы они уцелели, чтобы они спрятались. Ай, после этого, после этого Шауль приказывает своим воинам вперед. Вперед мы выполняем заповедь Ашема. Не оставляйте ничего, никакой памяти от Амалекитян. И с помощью Ашема евреи разгромили, разгромили всех, всех, кто мог сопротивляться у Амалекитян. Они разрушили Амалекские города. Они сожгли Амалекские дома, чтобы не было никакой памяти о них. Ай! Они схватили царя Амалекитян, Агага, и привели его перед Шаулем. И Шауль увидел Агага. Он увидел Агага. Он увидел лицо этого царя. Вы знаете, что Агаг был очень-очень красивым. И по лицу его было видно, что он очень умный человек. И что он очень культурный. И что он очень много знает. И что он умел красиво говорить. Он умел убеждать. И Шаулю стало жалко. Шаулю стало жалко Агага. Такой умный, такой красивый человек. Он, конечно, Амалекитянин. Но, я не знаю, пусть Ашем решит, что с ним делать. Придет пророк Шмуэль, и он решит от имени Ашема. Если Ашем считает, что этого Агага, все-таки, несмотря на то, что он такой красивый, такой умный, и такой культурный, несмотря на это, его все-таки надо казнить. Ну, мы казним его. Пусть решит пророк Ашема. Пусть решит Ашем. Так решил Шауль. Он сжалился. Он сжалился над Агагом. Он пожалел его. О, ой, на небесах, на небесах было горе и слезы. Шауль, что ты наделал? Весь еврейский народ будет в страшной и смертельной опасности от того, что ты пожалел этого злодея. Ведь тебе было сказано, тебе же было приказано не оставлять никакой памяти об Амалеке. Как ты мог оставить этого Агага? Вы знаете, что злодеи, они не всегда выглядят как злодеи. Злодеи, они могут выглядеть очень красиво. Они могут выглядеть очень воспитанно и культурно. Вы знаете, что потомки, далекие потомки Агага, германские нацисты, они тоже были очень культурными. Они тоже были очень учеными. Они были очень вежливыми. Ой, они хватали евреев и мучили их, и резали их на куски, и спрашивали, вам сейчас очень больно, да, очень-очень больно. А сейчас еще больнее, да, вам очень больно. Такие они были вежливые, такие культурные. Но они были злодеи, злодеи. Нельзя ни в коем случае оставлять злодеев. Какими бы хорошими, культурными и красивыми они ни казались. Ай, Шауль, он пожалел Агага. Он его оставил в живых, он взял его в плен вместо того, вместо того, чтобы сейчас же на месте приказать убить его. Астарь, да, да, что? А у нас после Азербайджана живут Армении. Правда, что они потопки Амалики тем? Этого я не знаю, и этого никто теперь не может сказать. Только если придет пророк, он может сказать, правда это или неправда. Есть такое мнение, что... Они сами это сказали. Они сами тоже не могут этого знать. Они сами тоже не могут этого знать. Дело в том, что потомки Амаликитян, они растворились среди всех окружающих народов. И узнать их мы можем только потому, как они ненавидят евреев. Если мы видим, что какой-то гой, он выделяется среди всех остальных гоев ненавистью к евреям, а мы знаем, что вот это вот, вот это точно потомок Амалека. Вот в нем точно есть Амаликитянская кровь. Ой, вы знаете, что даже среди евреев могут оказаться потомки Амалека. Потому что некоторые из сыновей Амана, они для виду, чтобы избежать смерти, они для виду приняли еврейство и иудаизм. Они как будто бы сделали геюр и затерялись среди евреев. И иногда мы страшное дело встречаемся среди евреев, с каким-то евреем, который вдруг начинает говорить всякие нехорошие вещи про Ашема и про Тору. Проклинать еврейский народ, свой собственный народ. О, это значит, что в нем закипела, закипела вдруг эта самая Амалекская кровь. Только так мы можем узнать Амалеков. Мы не можем сказать, не дай бог, про весь армянский народ, что они хас-р-халила потомки Амалека. Мы этого не знаем и не можем этого сказать. Вы знаете, что среди армян есть те, кто спасали евреев и скрывали евреев от других злодеев. И эти люди точно не виноваты и они не являются потомками Амалека. Вы знаете, что у нас в Иерусалиме... Они недавно хотели перепахать еврейское кладбище. Но это не все хотели, да? Это кто-то из них хотел. Кто-то из них хотел. Это не то, что весь народ так вдруг захотел и решил. Вы знаете, что у нас в Иерусалиме, у нас в Иерусалиме есть в старом городе, рядом с тем местом, где когда-то стоял храм, и где он будет восстановлен, рядом с этим местом есть армянский квартал, и в нем живут армяне. И никто не считает, что они потомки Амалека. И никто не... Пока мы не получили прямой приказ от Ашема, мы не можем сказать, кто они такие и чьи они потомки. Поэтому я советую ни в коем случае не обвинять их в том, что они потомки Амалека. Если это действительно окажется так, то тогда об этом нам скажет пророк. А до тех пор мы не имеем права их обвинять. Но мы знаем, что если кто-то, не важно, армяне или русские, или даже если кто-то из евреев, ненавидят еврейскую веру, ненавидят Ашема, и стараются навредить сильнее всех прочих, вот тут, вот тут, вот тут мы имеем дело с Амалекитянами, с потомками Амалекитян. Ай, евреи, которые были вместе с царем Шаулем, когда они увидели, что Шауль, что Шауль он пощадил, пощадил Агага, Амалекского царя, они тоже, тоже взяли с него пример, и они отделили самых жирных, самых-самых-самых лучших баранов и овец из Амалекских атар. И они решили, что этих овец и этих баранов они принесут потом Корбан Ашему. Они принесут их Корбан Ашему. И Шауль, Шауль, он увидел, что таково желание его воинов, и он не стал с ними спорить. Вы помните, что Шауль, он был очень-очень скромным. И он посчитал, раз евреи так хотят, хорошо, мы принесем потом этих жирных Амалекских овец Корбан Ашему. Ай, не знал Шауль, ой, чего он не знал. Он не знал, что жена Агага, она спряталась, спряталась среди этих овец. Она спряталась среди этих овец, она умела делать кишуфим. Она сделала на себя обморок, вид, как будто бы она выглядела, как овечка, и спряталась среди этих овец. За одну ночь, за одну ночь, пока... Ай, слышал, Митрат, что Амалекистяне превращали их в обморок. Да, 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 они умели это делать, они умели это делать. Они были мастерами, мастерами кишуфа, кишуфа запретного колдовства. Вы знаете, что есть чудеса, которые Ашем разрешил пользоваться ими. Чудеса, сделанные именем Ашема, святым именем Ашема. А есть чудеса, которые Ашем запретил совершать. Он назвал эти имена именами тумы, именами нечистоты. Такие имена подарил Авраам своим сыновьям от Ктуры, от Агари, чтобы им было легче жить. Такие имена, они тоже есть. Евреям запрещено ими пользоваться. Но Амалекитяне, конечно же, они пользовались именами тумы, они пользовались кишуфом, и они умели это делать. Она спряталась среди овец. И в эту ночь, одну единственную ночь, пока был жив Агаг, она пробралась к нему, и она зачела, жена Агага, она зачела от него сына. А после этого она убежала. Убежала, и никто ее не нашел, никто ее не заметил. Ай, от этого сына, от этого сына Агага впоследствии, впоследствии его внуком был Аман. Аман, пытавшийся снова уничтожить весь еврейский народ. Шауль этого не знал. Шауль этого не знал, но об этом знал Ашем. И Ашем открылся своему пророку в ночью в пророческом видении, он сказал, «Ой, мне жаль, что я выбрал Шауля. Я его выбрал за то, что он такой праведный, за то, что он такой умный, хороший, лучший из лучших, из всех евреев, за то, что он такой скромный. Но сейчас его скромность обернулась в рядом». «Он нарушил, нарушил мое повеление», сказал Ашем. «Ой, и я уже сожалею», сказал Ашем. «Ой, и я уже сожалею, что я назначил его царем. Я забираю от него царство. Его, это царство я отдам другому еврею, еврею с колена Иуды, которого я выберу. «Которого я уже выбрал», сказал Ашем. «Аш-Шауль, я от него отбираю царство». Так сказал Ашем пророку Шмуэлю. «Вы знаете, что Шмуэль очень любил Шауля. И всю ночь, всю ночь Шмуэль, он плакал и умолял Ашема о прощении». Ашем не ответил, не ответил на молитву и на плач своего пророка. Ашем твердо решил передать, передать царство от Шауля, царю Давиду. И поскольку уже было решено, что царство будет передано царю Давиду, Ашем не берет обратно своего решения, не берет обратно своего слова. Если он уже что-то хорошее решил сделать для Давида, то он не отменит то добро, которое он постановил сделать. Ай! О том, как утром встретился, о том, как утром встретился пророк Шмуэль, с царем Шаулем, и что он ему сказал, я уже сегодня не успею рассказать, сегодня я и так уже задержался, я уже вам расскажу на следующей неделе, в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...